Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду изготавливать оригинальное изделие, для эксплуатации которого понадобится отвага, мужество и немного храбрости. Для основы мне потребуется отрезок ровной древесины. Достать подходящий материал достаточно сложно, однако выход был найден. Я в магазине бытовых товаров приобрел разделочную кухонную доску из твердой бороды, из бука, если быть точнее. Отмеряю требуемый размер с определенным запасом и отрезаю. Также сверлю два отверстия по краям. Они требуются для обеспечения возможности фиксации заготовки на рабочем столе ЧПУ станка. Впоследствии это существенно упростит мне центровку фрезы по заготовке и в свою очередь сэкономит целую массу времени. На своем станке я предпочитаю использовать фрезы диаметром 1 мм. Однако в данном случае я применю фрезу кукуруза диаметром 2 мм. Если задействовать все же фрезу 1 мм, то фрезеровка займет чересчур много времени. Надеюсь вы не запутались в моих рассуждениях. По завершению процесса удаляю древесные заусенцы. Удобно делать это с помощью макетного ножа. Лезвие для этих целей лучше всего применить не с косым, а с прямым профилем. Стоит такой нож и лезвие сущие копейки, а очень сильно выручает в повседневной жизни и в повседневной работе. Сразу же, поскольку одна из сторон заготовки будет окрашиваться, покрываю ее тонким слоем клея ПВА. Клей в моем случае играет роль некой предварительной грунтовки. Впоследствии прохожусь наждачной бумагой для того, чтобы убрать лишнее. Собственно, окрашиваю поверхность в черный матовый цвет. О качественном покрытии с помощью аэрозольной краски без предварительного нанесения грунтовки речи быть не может. Использую ее везде и повсеместно, и всенепременно. Для того, чтобы защитить органы дыхания, печень, почки, селезенку, легкие и так далее. От химических ядовитых веществ, которые содержатся в этой самой грунтовке и в аэрозольных красках во всех. Использую респиратор. Подарила мне знакомая одна. Алена, привет! Большое спасибо! Как раз, как ты видишь, пригодилась. Вперед! В покрасочный цех. Что-то мне эта маска напоминает, как в Counter-Strike, да? Что-то есть. После высыхания заготовки, а на это ушло практически два дня, снова закрепляю и фрезерую текст. Почему так много времени заняла просушка? Вероятнее всего, поинтересуетесь вы. Все дело в том, что именно от твердости покрытия напрямую зависят качество, получаемого в результате текста. Одним словом, я решил не рисковать и дать краске набрать максимально возможную прочность. Зубной щеткой аккуратно прохожусь по тексту. Это необходимо для удаления древесной пыли и мелких частиц краски. Конечно, свою личную щеточку для зубцов я не использую. И вам не рекомендую использовать ее для подобного рода задач. Лучше тихонечко у кого-то ее позаимствовать, например, у жены или у девушки. Ну, вы поняли, о чем я. Дополнительно, для того, чтобы защитить текст от загрязнений, которые неизбежно возникнут, покрываю деталь матовым лаком. Можно было бы сделать поверхность и глянцевой, но мне кажется, что матовая поверхность будет выглядеть гораздо более органично и оригинально. Торцы и обратную сторону покрываю маслом. Можно было бы так же окрасить, однако сделать это аккуратно с помощью аэрозольной краски, вероятнее всего, не получится. Уверен, что когда масло впитается, оно достаточно надежно защитит древесину от растрескивания и тому подобного рода неприятностей. С целью обеспечения возможности закрепления всего разного, в заранее предусмотренные отверстия монтирую латунные втулки с резьбой М2. Ну и, чтобы втулки надежно зафиксировались, применяю клей. Буквально несколько капель. Чуть-чуть. Сильных нагрузок не будет, а посему клеевого крепления будет предостаточно. Вообще, конечно, стоит признать, что суперклей в данном случае не самое лучшее средство для закрепления подобного рода элементов. Все дело в том, что суперклей очень текуч, соответственно, способен проникнуть во все даже потаенные места. В нашем случае загадить резьбу с его помощью можно было бы просто элементарно. А этого не хотелось бы. Мне просто повезло, сегодня по гороскопу у меня благоприятный день. Поэтому мне фартануло не загадить резьбу и не пришлось бы ее очищать каким-то образом. Мечиком это было бы сделать сложно, поскольку отверстие глухое. Пришлось бы в том как-то мучаться. Короче, работая с суперклеем, обязательно соблюдайте повышенную аккуратность и осторожность. Все непременно. Проверю. Обязательно. Отдельно, за кадром то есть, были изготовлены еще две детали. Эти самые детали будут являться ведущими элементами всей композиции, если можно так выразиться. Каждая из них представляет из себя полоску зубьями, словно полотно привычной для нас всех ножовки. Из обработки в данном случае только сверление отверстий, небольшая поточка зубчиков и шлифовка. В принципе, без шлифовки можно было бы и обойтись, конечно. Но в таком случае очень заметно, что это алюминий. Мне же нужно добиться максимальной схожисти со сталью, еще лучше с нержавеющей сталью. Каждая лезвико не используется. Ее необходимо изогнуть и придать ему полукруглую форму. Для того, чтобы облегчить реализацию поставленной задачи, нагреваю металл с помощью газовой горелки. Разумеется, я прекрасно понимаю, что за счет термообработки алюминий существенно потеряет в прочности. Однако, в нашем случае, по сути, в высокой прочности и твердости составных элементов нет надобности. В высокотехнологические отверстия, которые были предусмотрены ранее, монтирую звенья цепочек. Эти звенья требуются для возможности фиксации пружин растяжения. Это самый простой, быстрый и вполне надежный метод крепления. Конструкция следующего вида у меня получилась. Как вы можете заметить, обе челюсти могут двигаться вперед-назад. Благодаря этому, можно будет выставить наиболее подходящее положение, добившись тем самым максимально агрессивного внешнего вида всего изделия. С помощью винтов М2 закрепляю псевдоклапан к основанию. Между тем, с помощью этих же винтов крепится и кнопка активации с декоративной накладкой. Привлекающую и мотивирующую к действию надпись зачерняю матовой краской. Так она будет гораздо более заметной. Выводы от кнопки припаиваю к плате передатчика и закрепляю ее шурупиками. Шурупчиками, я бы даже сказал. Винтами, винтиками, я бы даже сказал. Фиксирую заднюю крышку. Вот такой страшный беспроводной дверной звонок получился. Уверен, что мало кто наберется смелости и тыцнет на кнопку, опасаясь остаться без пальца. Что касается моих друзей и знакомых, то в большинстве своем они, человеки, отважные и будут беспрепятственно маячить мне о своем прибытии. Чертите свое мнение в комментариях. Поверьте, на данный момент это очень-очень важно. С ютубом непонятно, что происходит. Судя по всему, он превращается в политическую помойку. Жму руку каждому из вас. Но посран. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok